Здарова, амигос! Это видео будет посвящено Т-80. Я не случайно выбрал эту картинку, потому что когда я слышу Т-80, я его представляю себе именно примерно таким. Но в игре Armored Warfare нас ждёт жестокая реальность и глубокое разочарование. Мне, если честно, лень лазить по галерее звуков, поэтому я озвучу сам. Примерно вот так вот. Саундтрек именно такой хочется поставить, потому что в игру запилили самый днищный Т-80. Самый обычный, самый стоковый, без всего. Т-80, просто вот Т-80. Сделано это умышленно, чтобы специально он здесь сосал, как и делали все предшественники в советской ветке. Каждому танку советскому было, у кого в этой игре взять, собственно, защику. Потому что давно уже по интернету гуляет теория, почему западная техника в играх рулит над советской, хотя советская все войны затащила. Потому что все донаторы западные. Вот и Armored Warfare, видимо, знает, чьи яйца надо полизывать. Поэтому Т-80 здесь именно донный. Т-80, 70, сука, шестого года выпуска. Без дымовой завесы, без активной брони, без нихуя. Вообще голый обычный, сука, Т-80. Ну как, в свое время он, конечно, нагибал, да, в мире. Былинная машина российская, не знающая аналогов. А, нет, тогда другой мем был. Тогда мем был опережающая западные аналоги лет на 20. Вот, но в игре она именно, на мой взгляд, просто обсосная. Потому что, смотрите, с кем она соревнуется здесь, да. Challenger 1, 83-го года производства. Leopard 2 у меня не куплен, но он 79-го года производства. Ну и Abrams, 80-го года. Понимаете, что если временные рамки подвинуть, то у нас должен стоять, сука, Т-80Б, как минимум, да. Но в игре ни Т-80А, ни Т-80Б, ни Т-80У, ничего. Просто обычный, сука, дничный Т-80 без дыма. Бля, на седьмом уровне у машины нету дыма. Вы можете в это поверить? Я не верю. Почему, почему не сделать нормальную машину, которая соответствует временным рамкам? Блядь, я не знаю. Но хотите прикол? Вот эта пушка, вот эта пушка, вот эта вот, вот эта вот, которая вам сейчас показывает. 2А-46М1. Это пушка от танка Т-80Б, блин. 82-го года, между прочим. Вот пушка реально, она 82-го года, а машина сама остальная, 76-го. Где? Где, сука, дымовая завеса туча? Если вы решили поставить пушку, блин, от модели 82-го года, где остальное вес от нее? Е-мое, е-мое, неужели жалко так? Я серьезно, если мне не верите, наберите в Википедию, посмотрите модификации танка Т-80, там вы увидите, с какого года на танке была эта пушка. Ну ладно, разработчикам виднее, как унижать советские танки в этой игре, поэтому здесь ему просто не дали активную броню и не дали ему дымовую завесу. Но еще, конечно же, хочется сразу же отметить борта этого танка, да, танк собран на Ленинградском Кировском заводе, но борта для него выпускали, блядь, на конфетной фабрике, наверное, сука, из фольги, блядь, которая для оберток конфеток использовалась, потому что борта этого танка пробиваются под, под, вообще под любыми углами, вот с такого угла, наверное, вот с такого угла выстрелите ему в борт и вы его пробьете. Я не знаю, мне кажется, что дети могут подбежать и пальцем проткнуть борт этой 80-ки в игре, потому что это просто невозможно. Нет смысла ромбовать, понимаете, первый танк, я, блядь, в три игры танковых уже играл, это первый танк, на котором нет смысла ромбовать вообще, потому что чуть-чуть ваш борт вылезает, вам никто не будет стрелять в нижний лист, все вам херачат в борт и пробьют его с полным дамагом, это просто, это невероятно, невероятно говнище, блядь. К тому же танк идеально пробивается в обзорный, вот в эту оптику мехвода, короче, ну и в люк, конечно, тоже залетает ему с полным дамагом. Еще недавно на этом левеле был обсосный танк Челленджер 1, хотя о нем я поговорю отдельно, но он пробивался вот в эту форточку, короче, с полным дамагом на башне, да, но вместо этого он не пробивался в нижний лист. Теперь форточку его заделали, в нее проходит только треть дамага, рандомно иногда один выстрел с десяти может пройти в фулл дамаг, да, чаще всего вообще без дамага, просто оптика ломается, командир танка убивается, короче, теперь этот танк апнули, форточку заделали, и, блядь, пальма обсосной машины седьмого левела среди ОБТ переходит к Т-80, да, ну, напополам с ним эту золотую статуэтку в виде члена делит еще Леопард немецкий, я на нем еще не играл, но Вайна в чате очень много, но, в принципе, да, скорее всего тоже говнище, потому что в нижний лист пробивается, и борта тоже, говорят, ватные, ну, наверное, немцы, наверное, хреново донатят, просто вот донатили бы заебись, тогда бы и Леопард второй не пробивался. Вот, в общем, чем знаменит Т-80, давайте посмотрим, он, история, этот легендарный советский танк стал первой в мире серийной машиной с газотурбинной силовой установкой, действительно, газотурбинная силовая установка в игре есть, стоит вот ГТД, газотурбинный двигатель, тысячесильный, да, смотрите, запомните, скорость разгона у него от 0 до 32 километров, 7,3, 7 секунд, 7,5 секунд, грубо говоря. Открываем Леопард пятой эры, у которого обосранный дизельный движок 6,10 секунд разгона, при том, что разница по весу между этими машинами там вообще какая-то смешная, а поздние модификации Т-80 в боевой массе имели 42 тонны всего лишь, то есть в этой игре какой-то магией, блядь, дизельный движок разгоняется быстрее газотурбинного Т-80, ну, который там газотурбинный движок, он, ну, на всех видео, где показаны какие-то учения, там, где Т-80 гоняет по полигону, он там бодро носится, взлетает на трамплинах, подпрыгивает, ровненько приземляется на все свои катки, амортизирует очень классно пружиняется, в игре, конечно, нахуй этого ничего нету, блядь, и, наверное, не будет, неважно, короче, еле ездит, на самом деле газотурбинный двигатель в игре это полный пиздёж, он вообще, этот танк, я ожидал, я думал, что этот танк будет быстро ездить, нихрена подобного, он просто, я не знаю, скорость выше 50 на спидометре этого танка вы можете увидеть, только если, блядь, с горы куда-то будете съезжать по прямой, он никогда столько не развивает, мне кажется, что на некоторых картах асфальт багован, и вместо асфальта там болото, как будто танк по болоту едет, ну, реально, едет по асфальту, 35, блядь, 36, ух, разгоняемся, 37, блядь, это просто, я не знаю, это газотурбинный, короче, суть газотурбинного движка вообще не раскрыта, да, ну, он ещё у меня не топовый, да, эти снаряды, но толк, ну, смысла-то нет, потому что пробитие у меня не увеличится, да, дамаг там чуть-чуть подрастёт, ну, кумулятивами стрелять на этом уровне вообще только в жопу имеет смысл, а в жопу и со слабым пробоем может пробить, вот, в общем, понятно, с газотурбинным движком разобрались, танк еле ездит на своём газотурбинном двигле, ну, потому что иначе, наверное, танк, блядь, будет, да, слишком, наверное, имбовать, если он будет ездить, там, реально, так же, как он вот в реале носится, это будет слишком жирно для этой машины, у которой аж, блядь, 1800 здоровья, 1900, дай бог, да, сказать, сколько у челленджера здоровья, просто, чтобы вы посмеялись, блядь, 2700, нахуй, на 1000 больше, и не ебёт, всё равно, блядь, Т-80 не должен быстро ездить, и точка, нехуй, игру делали в Америке, там не должны, блядь, американцы знать, что советские танки могут быстро ездить, вообще, блядь, как Т-34, сука, динамика должна быть такая, ладно, с газотурбинным движком всё понятно, было произведено множество различных модификаций, но в игре мы, конечно, будем заоценивать, блядь, самую днищную, до сих пор стоит на вооружении ряда стран, угу, за свою историю Т-80 задействован на вооружённых конфликтах на Ближнем Востоке и Северном Кавказе. «Открыт сезон стальных дождей, и снова выступаем мы, бой за триумф чужих идей, под стягом света против тьмы, нет средства от душевных ран, но что там на повестке дня, вчера прошли Афганистан, сегодня наша цель Чечня». И, конечно же, эти машины участвовали в героических событиях 1991-1993 года в Москве, то есть стреляли по Белому дому, есть чем гордиться. Кроме этого, вы можете найти на Википедию статейку, что эти танки ещё воевали где-то в Африке, и даже одну машину уничтожили, охрененно. То есть, бля, легендарнейший танк, боевое применение, могучее, просто переломил не одну войну. Ну, ладно, в принципе, доисторического это не суть, важно. В данном случае речь идёт об игровом танке, да, весь мой негатив выплёскивается исключительно от ощущений игры на этой машине, да, как бы к реальностям, к реальностям, да, игровая машина не имеет никакого отношения. В реале танк был действительно хорош, велик, преодолевал водные преграды, блестяще выступал на полигоны. Да, в войнах, может быть, он себя не так хорошо показал, но в тех условиях городского боя, которые тогда происходили, точно так же слились бы и Абрамсы, и Арматы, и что угодно. Кстати, первые серийные образцы этой машины, а я так понимаю, что представителем как раз именно первой серийной машины является вот этот танк, который представлен в игре, они выпускались на базе Т-64. Давайте посмотрим, сравним немножко размеры Т-80 и Т-64 в игре. Оп, вам не кажется, что кто-то немножко располнел, будучи сделанным на базе Т-64? И увеличился в размерах, как же так? Интересно. А может быть, с Т-72 его сравним? Очень похоже. Чуть-чуть 72-ка повыше, а по длине, мне кажется, то же самое. Но на самом деле здесь ошибка в размерах как раз с 64-ки, она в игре слишком маленькая, должна быть побольше, причем заметно побольше. Ну да ладно, суть не в этом, разработчику виднее. На самом деле все защитники, яростные защитники этого танка, которые кричат, что наоборот советские танки в игре незаслуженно нагибают, они постоянно пишут про то, что какой блистательный ствол у этой пушки. Фу, блин, пушка какая у этого танка обалденная просто. Она имеет, да, самый высокий на уровне дамаг стабильный, как обычно, да, ну как и калибр самый большой, поэтому и дамаг самый большой запилили. Вот, но при этом у нее, естественно, скорострельность проигрывает своим коллегам по седьмому уровню, да, примерно на секунды полторы у него в бою у меня скорострельность хуже получается, да, при этом я уже не говорю про точность. Ну где здесь посмотреть, вот, время прицеливания 3.6. Где разброс? Разброс 0.15. Включаем чайленджер, посмотрим. Разброс 0.12, да, время прицеливания 3.0, то есть на полсекунды быстрее прицеливается. Время перезарядки 8.57. Здесь что у нас, время перезарядки какое? Время перезарядки 8.70. Ну это, как бы, учитывая, что когда вы берете перкованного командира, вкачиваете перк к экипажу, ставите оборудование, в итоге, короче, на секунду быстрее реально чайленджер, по-моему, перезаряжается, как мне кажется. Вот, то есть компенсирована, да, высокая дамажность этого танка. Вот сколько у него урон? 555, топовым снарядом 565 пусть будет, да, здесь топовым снарядом сколько? 438, да, но чуть больше сотни разница, но здесь еще кумулятивов нету, ну не суть, просто высокая дамажность 80-го компенсирована точностью и скорострельностью, в которых он явно проигрывает своим со-товарищам, коллегам по уровню, а такой параметр, как пробитие, да, пробиваемость тоже самая большая у этого танка, целых 500 миллиметров, что там на 50 миллиметров, возможно, больше, чем у кого-либо другого, но на самом деле параметр пробиваемости в этой игре это одно из самых больших, одна из самых больших наебок. Прямым текстом говорю, что это все наебалово, официально заявляю. Почему? Потому что со своим вот этим прекрасным пробоем в 500 миллиметров этот танк Т-80 все равно, он должен стрелять в те же самые места, что и все остальные, он должен выцеливать нижние листы, блядь, если танк в нижний лист, конечно, пробивается. Челленджеры Абрамс не пробиваются в нижний лист, даже, блядь, вот этим снарядом, который там 500 миллиметров, полметра брони пробивает, блядь, а Абрамс не пробивает в нижний лист. Ну ибо нехуй, да? В итоге надо выцеливать люк, надо выцеливать оптику мехвода, блядь, какие-то нычки, места, ну и какая в пизду разница, какой пробой у этого снаряда, если все равно с вертушки в щи он нихуя никого не пробивает. Вот скажите мне, какая в жопу разница, каким пробоем, каким снарядом пробивать? Вот представьте себе, да, там 300 миллиметров брони, да, приведенка 300 миллиметров. В чем разница, пробьете вы ее снарядом, который пробивает 500 миллиметров, или снарядом, который пробивает 320 миллиметров? То есть, ну, в реальности понятно, что это большая разница, но в игре-то разницы никакой. Под углами все равно нижние листы не пробивает, даже Т-80. То есть, тут сейчас пока что эта вся механика, она пока на уровне, блядь, пещеры каменного века тут. Пока базара каких-то... Это вот в Картохе, реально, при всей моей ненависти, там когда-то, да, до того, как придумали сербо-голду, там люди боролись, блядь, на форумах за каждый миллиметр пробоя снаряда, чтобы, блядь, в бою нормально танки пробивать. Здесь нахуй это все не надо. Тут настолько аркадная аркада, что просто, ну, вот реально, пробой снаряда, я даже не смотрю, какой пробой снаряда, потому что, если хотите пробивать врага, заходите на YouTube, блядь, вбивайте там, куда пробивать XM1, смотрите, куда он пробивается, блядь. Будете туда стрелять, будете пробивать. Не будете туда стрелять, не будете пробивать. Не насрать, чем вы там, на каком вы танке, какими снарядами, блядь, стрелять. Мне, конечно, один говноед какой-то написал там, что я, блядь, лох, нихуя не понимаю. В игре надо знать все типы брони всех танков, чтобы понимать, каким снарядом куда стрелять. Блять, чувак, пойди ты утопись нахуй На ютубе набери зоны пробития, блять И модель танка тебе покажут, куда стрелять Все, сиди не умничай Хуй, Евгений Вот, ладно, с обзорной частью, думаю, покончено Сейчас в таком, блять, подъемном настроении Подъебном настроении перейдем к боям Да, кстати, один маленький-маленький минус этого танка В том, что его регулярно кидает в жопу В смысле, к восьмым левелам, к девятым левелам Ну, это не страшно, потому что он и на своем-то левеле Не всех в лобешник пробивает своим-то могучим пробитием в 500 мм Вообще, в патче 0.11 бои на седьмом левеле превратились чисто в противостояние челленджеров Команды наполовину состоят из челленджеров 1 Которые, блять, ездят и пытаются пробить друг друга в форточку И это бои внезапно стали очень долгими Из-за этого реально по 10-11 минут стандартная длительность Вместо пяти каких-нибудь регулярно уже ничья было Там 10 боев, там 2 раза ничья Из-за того, что там челленджеры Один на одном конце карты загазил, все другой на другом То есть, ну, такое безобразие немножко Вот впереди, кстати, следующий уровень Т-90 едет Да, 2.359 у него дамага И рядом едет челленджер 2.800 здоровья В смысле, здоровья, здоровья При этом челленджер седьмого левела, а девяносто к восьмому То есть, советские танки такие ассасины, типа Они с дамажной пушкой, но у них очень мало здоровья И броня такая немножко вафельная Типа, они должны осторожно подкрадываться сзади И пробивать в пердаке кумулятивами Я просто не знаю, как это сделать в условиях игры Где маленькая карта никакого открытого мира Ариета уже танкует Ну, конечно, рикошет Девяносто-го-то не пробить, естественно Здесь в этой игре вот магия такая Неважно, что тебе 500 миллиметров пробить А если ты младше другого танка по уровню То его не пробьешь просто потому, что не должен, типа, этого делать Как я поняли Я это так себе просто Обратите внимание, что танк начинает Раскачиваться с какого-то хера Стоя, блядь, на каком-то пне Это что за фигня вообще? Как вообще танк на гусеницах может раскачиваться, стоит? Гусеницы должны облегать там все вот эти вот нюансы И танк должен стоять ровно Ну, физику еще не завезли А когда завезут, неизвестно, поэтому Ну, довольно сложно пробить его Когда ориентируюсь исключительно по цвету маркера По цвету прицела Не видишь, куда ты стреляешь Не можешь взглядом загипнотизировать снаряд, чтобы он четенько полетел В крышку Ну, сомнительно что-то Фугасом? У меня нет фугаса Я так понимаю, что у топового ствола 80-го нет фугасного ствола Не пробили Сыкотно туда ехать Девяносики меня уработают там с трех выстрелов Они-то меня, я думаю, и кумулятивом, и всем чем хочешь Раздуплят У нас есть танки более крепкие Пусть танкуют Бумс! Мы уже выяснили, что советские танки Это ассасины этой игры И их линия последняя Потому что их пушка мощная Но при этом косая Поэтому линия последняя не прокатывает Их место сзади В тылу врага В объезд и в задницу Ну вот, я плюху пропустил Причем, по-моему, бронебойные плюха Бронебойная на 680 дамага прилетела Охренеть просто Ну, в любом случае Что таких три плюхи, что других три плюхи Это танк реально три плюхи пропускает И здравствуй, мой ангар родной Приветствую, механик Подкрути ко мне броню Сука, завинти как ранник, блядь Я не знаю, как закончить Ой, блядь Гюрзано Суть-то в основном такая, как я уже говорил Не раз, главное встретить на поле боя Человека, который играет хуже, чем ты Не важно, на каком он будет танке при этом Блин, 90-го я очкую Я его, сука Не по-детски очкую Ариета его не очкует? Где он там, блядь? Ну, хер его знает, слушайте Он был подсвечен, я вроде в него целился Ариета вообще едет, стреляет Того, кто к ней жопой стоит А теперь, а теперь они в моем прицеле А теперь уже, блядь, поздно стрелять Отлично, вообще Сука, чувак из клана Мэтт Ты так полезен Мэтт это не Мэдисон Интересно Отлично, блядь Не за то, что, ну просто случайно Человек целится, грубо говоря Он в режиме прицела не видит Обстановки Которая херак и изменилась Да, там, что кто-то в прицеле нарисовался А снаряд уже летит Происходит досадная Упс Нет эффекта Вот врубаетесь, да Челленджер в борт Вот в этот свой бронированный Он даже под прямым углом не пробивается А восьмидесятка в борт пробивается Вообще под любым Отлично Отличный бой Отличная победа Супер Ну, команда хули разорвала Врага я даже на бить ничего не успел Люто не повезло Шестым левелам, попавшим в этот бой Они вон даже не грузятся Не хотят в этом изнасиловании участвовать Кстати, пока гружусь Хочу показать тем, кто спрашивает Как я вывел панель дамага Закладка интерфейс Информация о попадании Скрыть По полученному уроне Скрыть О нанесенном уроне Здесь галочек стоять у вас не должно Вот можете посмотреть масштабы Можете по экрану как-то тут подвигать Я ничего не двигал Меня и так устраивает Там, где они находятся Они симметричные, гармоничные Отлично В чате что спросили? Куда челленджер может пробить челленджер? А, и мне чат заблокировали В жопу, чувак! В жопу пробивай его! Советую Прицелом Поводи по нему И все поймешь Какой бестолковый ответ На самом деле чушь собачья Прицел не очень-то работает Там, где он зеленый У челленджера Челленджер пробивается С неполным дамагом Поэтому это Бред! Ну, поводи, поводи Прицелом, да Вот, видите? 65 километров Танк разогнался Кажется, что быстро На самом деле Здесь дорога идет под гору Я, то есть, по спуску еду Поэтому 65 Так бы никаких 65 не было Если я пойду обратно Видите, что я и 40 не разгонюсь Наверняка Потому что дорога вверх пойдет Это фишка Т-80 Ёпти Кстати, заменил эту Командира танка Эту бабу Которую перки не работали На Хуана Карлса Мирамона Теперь у меня Дави на газ После каждого выстрела Включается Так, в кого же стрелять? В челленджер, который не пробить Или Ну, почему не пробили-то? Он под уклоном стоял Встреча снаряда С броней почти идеальна О, чей-то бортик сочный Сучка Везучий гад На самом деле С этого расстояния Блин, вообще Сука Хоть ПТУР заряжай Не знаю О Танк пропал А маркер до сих пор Менял цвета Оп В бортик В самую задницу Ещё и движок ему Подрихтовал Ничего, переберёт Сейчас в ангаре Опа, враг горит 656 ещё Ну, вот так вот Вот так вот Дуплятся 80 А вы думали Я же говорил, что у них борты Из пантика Под конфет Стоишь Вот здесь Нравится мне это место На этой карте Стоишь Насовываешь Ещё бы кто подсвечивал Было бы вообще Замечательно О Нет эффекта Потому что, блядь Косой танк В ствол попал Наверное куда-нибудь О Почему, блядь Взрыв Взрыв как будто Я в дорогу попадаю Но я стреляю Это в танк А может Птуром ему Шандарахнуть О Эй Отлично Чуваку Ты челленджером Если танкуешь Ты хоть лбом Танкуй Обездвижили Ща подожди Ракету Заряжу Попробую Ракеты Эти втащили Эти сделать Мне кажется Что ракеты Он нормально должен А нет Он поехал Он поехал Он уезжает Блядь Эта ракета Сука Она там Как-то Блядь Средневековая пушка Заряжается Порох Пыш Блядь Затолкать Попихать Там палкой Пошрудить Ядро Потом Блядь Засунуть Потом Выстрел Наконец-то Ёптеть Там еще Один Челленджер Где-то Был Наверное Сдриснул Уже В панике А нет Это Нет Один еще Где-то Там Гасится Упс Минус Анули Блин Я не буду Ракету Перез... О Вон он Появился Ее Ну Давай Да я так и думал Блядь Не сомневался Птур В этой игре Довольно Странный Предмет В реале Он гнет А в игре Почему-то Нет Критическое Повреждение Бусеницы А нарисован Снаряд Почему-то Как будто Я ему Ствол Сломал Наверное Челленджер Гусеницами Стреляет Просто Уникальная Машина Не знающая Аналогов Жалко Что нет Фугаса Конечно У меня Это Блин Большой Недостаток Опять Вот 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 Видите В окошко В форточку Выстрел Выстрел 200 Дамага Только Прошло Опять Танк Раскачивался Состоял Заебись Заебись Отлично Кто это Откуда А по прямой Оттуда Валили Заебись А все Мы просрали Что-то я даже Не смотрю 90-е наши Обосрались Все трое А не Он два фрага Один сделал Где-то Это здесь Наверное Сейчас же Марафон Идет Двойной опыт Двойные деньги Поэтому Все дно Морское Вышло Снимать Сливки Чувак Не хочу Тебя подгонять Но Блядь Было бы Заебись Если бы Ты уже Убрал Отсюда Свою Жопу И мы Куда-нибудь Поехали Сейчас же Окружат Хотя В принципе Че ехать Они так В борт Настреляют Все Стоим Оборону Держим Че Блядь Во что Я попал Ничего Ж не было На пути Снаряда Во что То Блядь Попал Супер Обмудили Все Да Вот У них Девяностые Живы У нас Девяностые Не живы Сразу Понятно Кто Победил Я просто Не знаю Как можно Попасть На танке В такой Бой Где Ты находишься Вверху Таблицы Все остальные Младше Тебя по Левелу И за этот Бой Не привести Себе 4-5 тысяч Дамага Больше А пройти И поехать И слиться Это Блядь Я не знаю Я просто Не часто Попадаю В такие Ситуации Что я в топе Вот в жопе Я частенько Бываю В топе Не бываю Поэтому Надо использовать Если конечно Ты не на тайфуне Тайфун не считается Тайфун это машина 5-го левела Что бы там Ей не вешали Да Что она там 6-го Ей заметность Повысили Тайфун Блядь Только на половине Карта Вообще К игре Пригоден Сейчас посмотрим Как Абрамс им покажет Да Пробивает Хрен Либо В задницу Окружились С тех сторон Вот Зашел бы ты Не сворачивался бы ты Блядь Смотреть порнуху Во время загрузки боя Играл бы сначала Набил бы дамага Но нет Нахуя Можно же Свернуть окно Там Почитать Что-нибудь Попереписываться О Везуха-то какая Та же карта Но с другой стороны В общем Подводя итог Лично для меня Т-80 Абсолютно неинтересная машина Она неинтересна Именно потому Что ей не хватает Динамики и скорости Которые пожалели Дайте разработчики Вот была бы она скоростная У нее бы хоть Какая-то фишка была Но она не скоростная Она не бронированная У нее мало жизни Все что есть у нее Это Мощный Но косой Дрын Блин Обратите кстати внимание В этом бою Я играю за другую сторону На другой базе Респанулся И в честь этого У меня Скорострельность Танка повысилась Теперь у меня Перезарядка 7.49 И была по-моему 8.36 Как интересно Как интересно Сделана эта игра Ну теперь я даже Не знаю как Сравнивать Скорострельность Разных танков Если перезарядка Еще и зависит От того на какой базе Ты резнулся Но обычно Так всегда и было На всех уровнях Что у совка Пушка мощная Пробивная Но косая И медленная Да У остальных Побыстрее Поточнее То есть Я не вижу Повода что-то Менять в этой схеме То есть Короче Это опять Он его раскачивает То есть Это опять Очередной Советский Типичный танк У него вообще Никаких фишек Нету Только вот Мощная пушка Эй блять Стрелять Даже дыма В этот раз Нету Вообще ничего Просто Примитивнейшая Машина Она мне не нравится Честно Я вообще Советской техники Лютый Походу Ненавистник В этой игре И Т-90 Я качать Прокачивать Сейчас не буду Кроме как двойным опытом Да Я сейчас буду Как и все Катать на челленджеры Посмотрите Сколько челленджеров В бою Потому что челленджер Сейчас В тренде Челленджер Сейчас нагибается Заебал танк Раскачивался Пиздец Это блять Смотрите Это не Т-80 Это не валяшка Ебучая Вы что сделали Разработчики Это что за хуйня Вообще Как блять С ним стрелять То есть Он Встать сука Ровно Не может Блять Шалтай Болтай Давай Опять Смотрите Начинается Где стабилизаторы Там кстати Я видео Как раз Смотрел Что у Т-80 Стабилизация Прицела На скорости 30 км в час Он там На кочках Ровно держит На всем Вы же Игру Про современные Танки Сделали Блять Коков Ай, в жопу, что спрашивают. Я же сам же ответил на свой вопрос. Игра на кодах World of Tanks трёхлетней давности. Разбросы какие-то, никакой стабилизации, ничего нету. Современные танки, обалдеть. Все хотят армату. Я вам вангую, что в армату будет оттасывать точно так же, как и любые советские машины здесь. А я убеждён, что они сосут чисто по УВНу, хотя бы на них играть неудобно. То есть сейчас в основном, почему так много советской техники в игре, да, в рандоме. Сравнительно много, хотя её всё меньше и меньше. Потому что все хотят армату. Все считают, что армата будет гнуть. А я так не считаю. Считаю, что в угоду баланса армата будет такой телегой, что все просто охереют. И, а если армата будет говном в этой игре, то российские геймеры игру покинут в спешном порядке. Ввод арматы, возможно, да, это будет конец Armored Warfare, как игры вообще. Отличный выстрел, блядь. Я ебу эти заборы. Отлично, блядь. Второй столб. Я сейчас все столбы расстреляю. Буду счастлив. Сейчас в люк он мне втащит, смотрите. Не попал, надо же. Вот, короче. То есть, Armored Warfare сейчас станет заложником ситуации. Она не может сделать мощную армату, потому что баланс надо соблюдать. Она не может сделать слабую армату, потому что тогда все свалят просто из игры. Ну, слабую можно, говеную нельзя. Вот, поэтому я не знаю, как они будут из этого выкручиваться. Пиздык. А я даже его... Даже не подсвечивает мне, где он там стоит за этим камнем. А, я тебя тоже в люк могу втащить. Смотри, тоже 600 влетело. А, чудесно-то как. Да, над объектами, когда целишься, враг почему-то не подсвечивается. Багуем. Сегодня мы с тобой. Багуем. Если выстрелю, снаряд тоже никуда не полетит, естественно. Опять команда сливается. Кстати, второй раз. Вот, смотрите, бам. И куда выстрелил, а никуда выстрел не полетел. Это потому, что здесь объекты визуально, блин, визуальная модель не соответствует, сука, с программной моделью. То есть, визуально объект маленький, а на самом деле он большой, блядь. И это постоянная хуйня. Вот рядом кто играет, заметили, да, что рядом со стенкой дома нельзя выстрелить. То есть, снаряд не полетит, надо именно подальше как-то целиться. Фишка, хули. Как мне отсюда съебаться теперь, а? Хоть куда-нибудь. Я помял вон все ворота в ангаре. Да, я уехал от 80-ки. Я до бабушки ушел, я от дедушки ушел, а сейчас базу нашу схватят, будет очень хорошо. Сука, на второго. Я единственный, кто, блядь, вообще счет размочил в этом бою. Берите базу, пацаны. Че вы делаете? Зачем? Зачем это бессмысленное насилие? Отвалите от меня нахер. О, сейчас еще одному. Ах, хорошо, зашла. Сразу этот зашевелился на нихуя. Я же разряженный, надо, блядь, давить. А, застрял, блядь. Я тебя прекрасно понимаю, да, тут есть такая хуйня, что здесь не проехать, потому что, я уже сказал почему. Потому что размеры визуальной модели не соответствуют действительности. Да-да-да-да-да-да. Че ж ты мне в нижний лист не стреляешь? А, в люк? Ну, на тебе еще тогда по гусенице. Че, меня объехали уже? Да, можешь поцеловать, блядь, меня вот туда, куда ты выстрелил. Прям раздвинуть булки и смачно в засос меня туда чмок. Три двести урона. Ну, в этот раз лучше пошло. Сука. Бля, я вот почему не люблю вот Т-80, потому что я поиграл на Челленджер 1. На Челленджер 1 просто ты просто едешь и стреляешь. Главное, стоять противнику лбом и тебя не пробьют. Вот, смотрите, как его. Видите, его не пытаются в лоб добить. Даже в корпус его херово добиваются, потому что у него даже бока защищены, блин. И защищены они отлично. Это просто Маус местный. Больше всех жизней, он лучше всех защищен и пушка у него неплохая. Кумулятивов нет, вот единственный минус. Ну и птурами не стреляют. Хотя танк, стреляющий птурами, это такой бред в этой игре, блядь, что просто я еще не видел какого-то, не знаю, танка птуровода я еще не видел, слава богу. Хотя нет, пытаются какие-то днище стоять. О, Руденко у кого-то сид, танки, да ты оптимист. Вот Мирамон, по-моему, куда полезнее как для арты, так и для танка, что после каждого выстрела у тебя активизируется навык езды по бездорожью. То есть, арта быстрее после выстрела может переехать танк, куда-то может после выстрела за укрытие снычковаться, если на грунтах стоит. То есть, очень выгодно. железный воин. Ну да, что я там навоевал. Ну и, блядь, так себе. И это еще повезло, что не попало на пустынные уровни, кстати, потому что УВН тут хоть и получше немножко, да, чем углы склонения оружия минус 7, минус 3,5. У 72-ки, по-моему, и такого не было. УВН стал получше. Да, минус 6, минус 1. Пиздец, блядь. Это вообще, я не знаю. Надо было ПТ из этого танка сделать. Вот, УВН здесь уже более-менее получше, но от башни на каких-нибудь горбатых картах все равно не потанковать. У Челленджера УВН испортился. Он стал хуже, по-моему, хуже, чем был у... Как там предыдущий-то этот? У вождя. Минус 7,2. У этого, у Чифтона. А где у него пушка-то? А вот. Минус 7, минус 10 и 0. Видите, минус 10, типа. Я хуй его знает, как это, но я вижу, что цифры другие, значит, УВН испортился, блядь. Ай, блядь. Что такое 0 УВН? Это что у него? Вертикально встает или вообще не поднимается? Понять не могу немножко. Так, ну чего, блин, даже не знаю, еще что-либо один сыграть? А, я придумал, что в конце надо показать. Надо похвалить этот танк, надо похвалить его, поэтому хвалю. Этот танк просто самый охуенный в игре против ботов. Вот против ботов он просто... вот ботов он просто нагибает. Вот в ПВЕ, бля, вот идеально. Вот Т-80, бля, супер машина. Вообще, он дамаг вывозит просто вагонами за счет того, что у него есть кумулятива, а боты часто ездят на БТРках, у которых экранов нету. Вот, в ПВП говнище танк, бля, вообще, ну, такой, сука, на редкого-наредкого любителя, я не знаю. Вот был бы этот танк побыстрее, да, вот был бы у него реально газотурбинный двиган, двиглан какой должен был быть, да, чтобы он там очень быстро разгонялся, летал как надо, вот тогда был бы танк офигенный. А пока, блядь, танк вообще, ну, повторюсь, ни одной фишки у него нету, он беспонтовый. Это вот как была 64-ка, да, на своем уровне, так снова я как будто на ней играю. Как раз даже дымовых, даже дымовых, сука, зарядов нету. На 64-ке не было и на Т-80 нет. Традиция соблюдена, как они, наверное, вот именно в этом плане сделали на базе 64-ки, что дым не дали в 80-ке. Почему я за дым цепляюсь? Ну, потому что я им активно пользуюсь на любых танках, особенно на быстром, если тебе надо куда-то переехать, бывает, да, враг тебя зажал где-нибудь за камнем, а тебе надо переехать, выпускаешь дым, переезжаешь, один раз за бой хотя бы ты можешь это сделать. Этот танк маневренный, более-менее, да, но все равно недостаточно маневренный и без дыма, поэтому не переехать. Как тебя зажали, так-то там и заберут. А вот еще одно российское чудо техники БМП Терминатор, которое пробивается только в одно место, это, блядь, купюроприемник мехвода. Заебись. Да, заебись вообще, блядь. Я не знаю, сколько, что там вообразили, блядь, об этой машине разработчики, да, сколько они брони нарисовали. Когда я вижу МБТ в бою, мне хочется позвонить в Министерство Бароны и уточнить, а почему они ни одной машины не купили, если она такая охуенная. Пока я ездил, пока я ездил, захватывал эту точку или что там, а, уничтожал грузовик. Я, конечно, опоздал на распил ботов, а здесь получает опыта больше всех тот, кто ботов, больше всех насториавших. Кстати, не понимаю, нахуй нужны эти грузовички уничтожать, что за них хоть дают? По-моему, вообще ничего, уже сколько раз проверял, ничего, блядь, не понял. Основная цель это дамага больше всех набить. Да, 611, а то, что фраг у меня заберут, мне насрать. За фраг ничего не дают. Сука. А у меня вот эта топовая арта, она, кстати, не барабанная, а у них барабанная так же самая несправедливость какая. Вот, и причем в ПВЕ сражения, они такие на расслабоне, как бы, редко, редко, когда боты убивают, а на челленджеры вообще, на челленджеры ты бессмертен в ПВЕ, можешь хоть жопой танковать, боты челленджеры вообще не знают, куда пробивать. Вот, 80-го-то могут разобрать, потому что он, он 80-й. Вот, то есть, но вредно играть против ботов, если много играешь против ботов, потом против людей играть разучишься рано или поздно. Хотя тут большинство и не умеет против людей играть. До чего уж там я против людей играть не умею, многие напишут, что я... Ну, на Т-80 видос, я думаю, просмотров соберет. Я представляю просто, сколько людей напишут, что я играю как днище. Да нассать мне. Просто мне не нравится Т-80. Что-то Т-72 меня задолбал, пока его прокачивал. Теперь, блядь, Т-80 такое же сокровище. Вот, реально, берешь английский танк, на нем играть одно удовольствие. Я очень быстро чифтана прокачал. Я сейчас буду, блядь, на челленджер. Но челленджеры, я говорю, вот сейчас чифтаны, они хоть пробивали друг друга нормально, а челленджеры друг друга не могут пробить. Это полный пиздец вообще. Кстати, бедный XM-1 настолько занерфили, что он теперь в нижний лист пробивается не только бронебойным снарядом, но еще и кумулятивом. Кто у нас базу берет? Какая, блядь, какая, какая, сука, нехорошая редиска, я не знаю. Да, на ходу стреляем. Вот в ПВЕ а в ПВП ты хрен куда попадешь. А, я гусеницу потерял. Такое столкновение нежное произошло просто. Как поцелуй беззубой пенсионерки, блядь, а у меня гусеница светела. Че за... Т-80, че он. Наверное, у него исторические гусеницы там соплями скреплены между собой. Бесторсионная технология, блядь. Жадная сволочь, жопой фраг закрывает, чтобы не скрысили. 15 секунд, сейчас базу случайно захватим. Смотрите. Ай, не успел. А, все, всех побили. Классная. Вот эта миссия мне нравится. Вот есть одна в городе, там очень долго проходить, а здесь просто всех поубивали, короче, и все, и нормально. Вот, многие так технику и прокачивают. Вот я уверен, что задротят просто в ПВЕ. В итоге появляются такие игроки на Т-90 МС, которые вообще не отдупляют. Куда стрелять, блядь, куда ехать, что делать, как играть. Поэтому, если вы играете в ПВЕ, то я советую в ПВЕ снимать только звезды. Ну, то есть, двойной опыт, да, если в рандоме у вас там с первого боя не снялась, ну, или машина стоковая, абсолютно стоковая, то тоже в ПВЕ надо прокачивать. но лучше не засиживаться в этом режиме, он для скилла, он очень вреден. Короче, понятно, вы хотели видос про Т-80, вот он. Можете критиковать, дислайкать, но, блядь, это мое просто откровенное мнение про Т-80. Без купюры проплаты от админов и всего прочего. Какие впечатления я получил от этого танка, те я впечатления и выдал, короче. Никакого излишнего патриотизма, пессимизма. Вот, вот сейчас король седьмого левела, играйте на нем нахрен Т-80. Пока берите пример с англичан, смотрите, они ныли-ныли, что у них танк говно, его апнули. Начинайте ныть, что Т-80 говнища, может его тоже апнут. Все, будем на это надеяться. А пока в задницу советскую технику, она просто бесит, блядь. Советская арта вот эта нахрен галимая, у нее вообще нету сплэша у снарядов, то есть пальмария круче, блядь, намного, чем вот эта хуета. То есть вся советская техника в игре просто зарезана, я не знаю, блядь, за что так. Тем более, что если уж в России выпустили, надо было наоборот российскую технику апнуть. Тогда бы вообще одна российская техника в боях была, я вот уже говорил, почему, занерфлена техника, потому что слишком много патриотов и так на ней играет и будут играть. Поэтому можно ее унижать по-всякому. Все, короче, пишите, жмите. Адьос.